Валерий Константинович Железов Примерно. Перед самой зимой обязательно это. А потом начинается зима, а потом возвращается осень, идут дожди, потом ударит мороз, и дерево погибло от вашего полива. Почему? Разубожили это уже тот сок, который должен, вон персик незамерзающий, минус 40 выдерживает. А под зимний полив он стал минус 20 выдерживать. А другой год сухо, 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 уже мороз, все сухо, полейте. А просто безоглядно поливать нельзя. То есть получается из 5 лет 4 нельзя. И только это нормально осень, нормальный снег, ранний снег, мокрый снег и дождь. Перемешку. Нельзя поливать ни в коем случае. И только редкий год, когда можно. Другой пример. Выпал снег. Надо подгорнуть, подгорнуть, подгорнуть. А как же вы? Подсчитайте. Берете лопату и это. Засыпайте штамп. И все, и абрикосы сгнили. Ну а с абрикосами-то ситуация другая. Снег, наоборот, отгребать надо. Вы это похвалили. Абрикосы, да. А отгребать земля промерзает. Одним в случае абрикосы замерзнут, потому что у них корни не держат. А такие абрикосы, которые держат корни, минус 40 даже, как у нас бывало, снега до весны нет. Смешно. Первый снег выпадает в марте. Когда уже начинают свести деревья на юге, у нас первый снег. Вот. Казалось бы, невероятно. Сибирь. Снега должно быть во. А его нет. По Сиколотскому чаще всего. И у вас тоже есть такие районы, кстати, в Кемеровской области. Бесснежные. Это я точно знаю. Люди жалуются, общаются со мной. И что получается? Подгреб сгнил штамп. Не подгреб, корни замерзли. Что надо иметь? Надо иметь морозостойкое дерево и штамп неподдающейся сырости. Все, что вы видите тут, это тот самый случай. Прививка как можно ниже. Так. Вот. И прививка на что? Я выбрал для этого манчжурский абрикос. Минус 50 выдерживает. Персик теоретически до 30 выдерживает. То есть этот персик на манчжурский абрикос прививка? Да. Берем хотя бы так, грубо, первое предложение. В чернодомной многие специалисты будут смеяться. Если выдерживает по двой абрикос минус 50, прививили на него персик, который выдерживает минус 30. Надеемся, что выдержит 40. Что-то среднее, да? Есть у нас до этого основания. Если не вникать в детали, значит сок вырабатывается. Корни. И вот этот сок, выдерживающий минус 50, пошел по жилам персика, да? Залили антифриз. Хладостойкого. Да, вот как хорошо вы сказали. Идеально. Залили антифриз. Это как минимум. Но дело в том, что, как правило, это вылет так. Почему бы остановилась работа в это время Лучурина, который сказал, цитирую, это очень важно, поверьте, иначе я буду выглядеть то ли фантазером, то ли халтурщиком. Ну, трудно быть халтурщиком, когда ем персики каждый год. Так вот, его фраза звучала так. Подставка на холодостойкие подвои не повышает морозостойкость привоя. Поняли? Ну, пусть слова немножко не наши. Холодостойкие подвои. Подставка вместо слова прививка. Всем понятно? Почему? Потому что, смотрите, если я беру первый попавшийся подвой, даже, допустим, 50 выдерживает. Так, например, сибирский абрикос минус 60 выдерживает. Я на него привил, а на него ни черта не приживается, извините. Но, допустим, прижилось. У меня был такой случай. Из 40-39 мертвых, 40-й-то жив. А на следующий год и он умер. Почему? Биологически несовместимость. Совместимость. То есть, когда даже пусть из 10-ти 3 прижилось, 5, ура, победа. Нет. Почему? Потому что проходит время, они все равно должны погибнуть как? Темпы роста разные. Ждем, что минус 40 выдержит. Повторяю, минус 50 подвой, минус 30 привой, выдержит 40. А он при минус 20 загряз. Почему? Подвой борется с привоем. И как сделать, чтобы они вступили, пусть вынуждены, это вынуждено, так сказать, страшное, пусть супружество, но навязанное, да? Вот. Как сделать, чтобы подвой, привой не уступил, не погиб, как это должно быть при скелетной приливке? Тут Мичурин прав. Да, вопрос. Вот. Как это должно быть? Надо, чтобы вся крона была привой. И тогда вот вся эта масса не дает корням, поняли, равновесие, не устойчиво равновесие. Вот. Это важнейший момент. Только так можно добиться успеха. Продолжение следует... Продолжение следует...